О, уже, смотрите, а? Один какой-то нетерпеливый-то, нетерпеливый нашёлся. Приветствую, друзья, мы возвращаемся в Don't Starve. Напоминаю, что у меня полным ходом лето, насколько я помню, по крайней мере. И, наконец, наконец, было мною обнаружено болото, что позволит мне уже в кои-то веки добыть то, что мне так нужно. А нужно мне так сейчас, как известно, ну, трава болотная мне нужна, просто для того, чтобы изготовить папирус из папируса, точнее, с участием папируса, потом мне нужно будет резко изготовить птичью клетку. Ну, может быть, конечно, не так резко, но, очевидно, нужно будет её изготовить, потому что иначе я не смогу эффективно заниматься садоводством. Так, сейчас я прислушиваюсь, прислушиваюсь. И приглядываюсь ещё, что немаловажно, потому что... Мне же не хочется получить люлей от щупалец, правильно ли? Точно не хочется. О-о-о, вот она, вот она, вот она под лечащие пальца. Ещё, я наберу побольше, минимум восемь наберу, чтобы точно... Потому что восьми единиц точно должно хватить. О-о, рыбки. Так, тут где-то нермы обитаются. Вот они. Тихо-тихо-тихо-тихо, вот это я сразу-то не смекнул, что вокруг этого дела очевидно... Точнее, что это дело, очевидно, вокруг щупальца. Так. Отсюда ещё побольше. Лучше побольше набрать, серьёзно. Только что я понял, что у меня в инвентаре лежит нагревающий камень, который... Который нагревается. Чёрт ты одери. Так, может мне в руки взять что-нибудь другое? Вот это, например, дело. И вот ещё есть трава болотная, болотная трава. Мермы, 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 мермы. Не-не-не. Так, вот этого, вот этого парня разбомбить надо. Давай. Кстати, цилиндр, чёрт побери. Цилиндр я тоже возьму. Цилиндр очень даже к месту будет. Так. Осмотримся. Где болотная трава? Вот здесь болотная трава. Отлично. О, деревца. Я удивлён. А может продолжить разведку, побежать по тропинке? Вот куда меня эта тропинка может привезти? Она может даже зациклиться. Я лично не удивлюсь. Окей. Где-то слышу щупальцу. Здесь свинячий хрюкань. Я слышу ещё. В данном случае это мермячий хрюк. Хотя, может быть, и свиньи с мермами дерутся. Переодеваем шляпы. Отлично. Так, у нас тут ещё один кусочек средь болота прямо. И не очень, на самом деле, хорошая ситуация, потому что вдалеке я от тех мест, которые могут меня хоть как-то спасти. Вообще, где я? Я, вообще-то, довольно далеко от своего основного лагеря, но хорошая идея, на самом деле, действительно, вот мне показалась. Обосновать где-нибудь летнюю резиденцию. Обосновать где-нибудь летнюю резиденцию, мне кажется, это хорошая мысль. Для того, чтобы обезопасить не только себя. Ну, себя-то ладно. Речь о том, чтобы обезопасить именно собственную основную базу. Иначе же моё пребывание в её пределах, оно может быть весьма-весьма опасным. Так, у нас тут кротын, кротэнки. Ну, ты дрогнем, да-да-да-да, так. Крога, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, подождите, они съели? Нет, не съели, семечку, семечку съешь. Где крот? Куда крот бился? Ладно, неважно. Не будем время терять. Хотя, в принципе, сейчас вечер настанет и будет вообще нормально. Так, но мне нужно бежать-то не сюда совсем. Мне нужно по тропинке, по тропинке, по тропинке сейчас направо, потом на север. Но, с другой стороны, зачем? Если я побегу туда, куда я бегу, то я прибегу к своей собственной базе. А мне на мою базу не факт, что стоит идти, потому что любое мое появление на своей же базе, оно фактически подвергает ее опасностям. Сколько кроликов, ох, сколько кроликов. Так, давайте попробуем по старинке кролика. Блин, они так близко к норам своим теперь сидят. А этого мы попытаемся подловить. Старая тактика работает, работает старая тактика. Встать между, а точнее, по другую сторону от норы по отношению к кролю, разбежаться и ударить. Старая добрая тактика уничтожения кроликов. Так, но подождите. Есть же еще проблема изготовления селков, bird trap. Проблема решена, у меня есть достаточное количество паутины. Чудесно. Кстати, очень интересно, а вот я просто не помню, становится ли здесь ночью прохладнее. Потому что, по идее, это должно бы. Так, а есть ли у меня... Дайте-ка я порублю деревья. Потому что у меня вот этот топор, он мне вроде как не нужен, а место занимает. А для древесины место есть в инвентаре? Сомнительно. Посадим. Да, зашибись. Что можно выбросить? Монстряча мяса, может? Цилиндр, арбуз. Блин, так ничего ты не выбросишь. Может траву? А, подождите, честер. Будь ты проклят, честер. Чего молчишь? Так, древесина-то у него. Вот это сюда положим. Это монстряча? Уу, я монстрячу еще с собой. Цилиндрик тоже носи. И навоз. Да. Все. А я собираю древесину. Ну, до ночи. Потом с зажигалкой побежим. Мне нужно сейчас просто убить топор. Что он мне не нужен? А, у меня тут шишка еще была. Вот от чего можно было. Хотя нет, это шишка, наверное, новая. Убиваем топор. Вот когда надо, то топор убивается почему-то очень быстро. Когда не надо, то, блин, рубишь-рубишь. Рубишь-рубишь. А он все жив и жив, этот топор. Будем пробовать. Изготовился. Оп, все. Теперь зажигалку. Ну, зачем тебе это? Ладно, съешь. Окей, сейчас будем идти по приборам. Вот тут где-то лес должен. Ой. А что ты меня повреждает? А, так как паучара. Так. И главное, я сейчас не могу себе позволить взять ничего. Так, пауки, давайте горите, короче, в огне. Что бы просто... Не, лучше уйти. В патьмах с пауками драться. Это моветон. Хотя можно попытаться. Виниль. Виниль загорелось, что ли? Окей. Сюда. Чего пауки не горят? Паук, давай. Запекайся. Похоже, у них просто здоровья больше, чем может запечься. Ну, или, по крайней мере, чем может быстро запечься. А если... Да, да, да. О, подождите, это я что, гнездо спалил, что ли? Господи, я тут пожар устроил. Боже ты мой. Это снова я виноват. Вот что называется антропогенный фактор, запомните. Так. А, у меня уже утро. Окей. Все замечательно. Все хорошо. Я делаю вид, что это не я и ухожу. Вау. Почему? Так, посадки. Ох, ты достал уже, я здесь пепел собираю, ты мне мешаешь. В общем, мясо монстрич. А, все, выведрился. Осталось только монстрича мяса. Че это лично будет? Вебер. Ох. Мне нужно его, говорит, похоронить. Это Вебер? Рилли? Насколько я знаю, это же новый персонаж. Ну, или так или иначе связано с новым персонажем. Кудхин тут вырос. Бедный парень, мне нужно его похоронить. Если эту лопату взять? Нет. А если... Блин. Короче, ты меня... Получарь, ты меня достал, реально. Все. Так-то лучше. Так, ой, ё-моё. А ты, главное, как чувствовала, что примерно что-то такое произойдет. Ну, вон. Сейчас у меня арбуз почти испортился. Ну, по крайней мере, ячейку. Отсвободит. Ну, я вам спасибо. Убегаем. Я уже где-то рядом с Бифало нахожусь. О, и у них сейчас тот самый период в жизни, когда они не очень рады меня видеть. Ладно, я не тут потусуюсь. В конце концов, я собирался летний лагерь отстроить. Так, давайте, собственно, этим, может быть, и займемся. Но мне тут нам нужен... Блин, все же я хочу попытаться сходить до могилы, раскопать ее. Да, у меня действительно не один набор вилл. Будем, ребята, точку держим. Где вот еще какая-нибудь ближайшая могила? О, вон там. Побегу до могилы. А после этого попытаюсь... Так, для птичьей клетки также мне понадобятся вот эти штуки. Кстати, на самом деле существует вероятность, что лет это потихоньку к концу подходит. Я просто пока... А, я по освещенности пойму. Точно, точно, точно. Так, о, вот тут раскопано. Давай. Блин. Что тут делать? Ладно, потом узнаем. Ну, наверняка мне в комментариях уже напишут, но на самом деле можете не писать, потому что я, очевидно, уже узнал сам, к тому моменту, как вы это сможете. О, гландыш. Так, и у меня арбузная шляпа пропала. И мы отсюда дирекируемся, потому что свинуха сейчас закусают. Так, у меня опять инвентарь забился. Блин. Черт, честно. Пойдем деревья рубить. А, не, не полностью забился, но почти. Но деревья рубить все равно пойдем. И камни. Потому что мне нужно же кострища организовать для летней дачи. В идеале бы еще, конечно, эндотермическая. Но это я уже что-то губу раскатал. Так, и деревья. Деревья, деревья. На лето не кончилось. Черт возьми. Так. Внимание, вопрос. Что же мне сейчас такого по-быстрому сделать, чтобы от этого эффекта перегрева спастись. Потому что... Что-то я, походу, не спасусь от него. Пошел процесс. Так. Под деревьем можно отдыхать? Нифига. Survival. Так. Травы маловато. и шесть цветов. Честер, ты можешь что-нибудь у меня забрать? Так, древесину ты можешь забрать. И то не всю. Пепел забери весь. Всё, отлично. Проблемы со здоровьем уже начались. Так, трава на юге. Я не уверен, что мне это поможет, но другого варианта у меня особо нет, поэтому нужно им пользоваться. О, странно. Ну нет, с него опять костяные осколки выпадут. Где трава? Траву уже всё выкопал. Всё выкорчевал. Ух ты, конкретный перегрев пошёл. Вот же жесть. Так, чё делать, чё делать, чё делать? Срочно. У меня на базе есть эндотермическое кострище. Нужно добежать до туда. Срочно. Ну так тоже можно добежать. Ладно, всё, срочно бежим на базу. Пофигу, что я подвергаю её опасности. Потому что если я не подвергну опасности её, то подвергнусь опасности сам. По пути будем содержать цветочки. Главное, не собрать ещё по пути паучков. Хорошо, что цветы не вянут. Хотя могли бы. Вообще-то. Ну ладно. Вечер. Вот почему температура не падает вечером, а? Блин, я вообще, я сейчас нагреюсь уже так, что мне уже ничего не поможет. Как бифалы-то спасаются, они вообще все в шерсти. Я же не добегу. О, прикиньте, вот это будет прикол. Я реально не добегу. Девятнадцать, восемнадцать. Обратный отсчёт уже фактически пошёл. Так, у меня тут где-то было тринадцать, двенадцать, десять, девять, восемь, семь. Ещё и скорость увеличилась. Да что за жизнь-то такая? Три, два, один. Помер. Прямо у базы. Вот она, вплотную. Ну окей. К счастью, у меня тут было местечко. И чё, то есть эффект перегрева типа остаётся, да? Вот красота. А нет, не остаётся. Чё, горит? Пуши давай. Где я теперь? О, удобненько. Так, интересно, а Честер будет потерян, да? Потому что мне бы не хотелось этого парня потерять. Он полезный достаточно. Где-то здесь я был. Да, вот прям камень. Камень прямо излучает тепло, чёрт возьми. Скипетр. Отлично. Камышек. Так, стоп, камень меня нагрев. Камень, камень. Брось камень, блин. Да что ж ты делаешь-то? Брось камень. Как так? У меня же всё вмещалось. Нет, серьёзно. А чё такое поменялось-то, что у меня вдруг всё перестало влазить? Интересно. Блин. Так. А, вот что поменялось. Это надо дропнуть. Это пусть остаётся. Это всё. Так, надо. Надо решить просто вопрос со складскими помещениями. Честер, иди сюда. Сейчас мы с тобой тут. Затопимся. Затопимся эндотермически. И начнём складироваться. Честер. Честер. А, вот. Ладно. Сначала то, что у меня в карманах. Блин, у меня в карманах столько всего. Как бы от этого, как бы от этого, как... И главное, вот, вроде как, даже не вижу, от чего тут можно избавиться. Ладно. Избавимся пока от того, что может храниться. Вот сюда. Личные. Теперь подберём таки вот это дело, потому что оно иначе просто-напросто... Сейчас нагреваюсь в холодильник. О, я знаю. Я одну семочку засажу. Так, и... Подберу то, что у меня здесь. И буду молиться дракону Ху, чтобы ничего не сгорело. И чтобы лето побыстрее прошло. Это, кстати, тоже очень важно на самом деле. Так. Ну ладно. Так, это тоже сюда. Хотя часть... Часть хранится в Честере. И давайте в Честере мы у тебя это дело заберём. А теперь перевести траву в папирус и сделать птичьи селки. Вот что нужно сделать точно. И то, и то, и другое. Сделать ловушку. Расположить её где-нибудь подальше, чтобы она в случае чего не сгорела, когда я буду в лагере. Сюда, чтобы они привлекли какую-нибудь глупенькую птичку. Так, и... Обработка. Нет, обработка. Вот здесь. Два папируса, пожалуйста. Ну, хотя вообще-то на все. Папируса на все, пожалуйста. Во! Четыре папируса. Замечательно. Также мне потребуется... Где-то у меня, кстати, папирус, по-моему, уже был. Или трава была. Нет, папируса нет. Но зато можно это дело закладировать. И у меня навоза просто... Вот просто... Дичайшее количество. А ещё мне нужен совершенно очевидно ещё один сундук. Да. Мне, по крайней мере, очевидно, что нужно ещё один сундук. Он делается, кажется, из трёх дощечек. Ой, уже урожай сгорел. Нафиг. То есть бесполезно. Окей. Структурка. Сундучок. Где-нибудь подальше, чтобы пожар, в случае чего, не передавался. И всё. Здесь мы будем хранить. А, выбора будем хранить. Так, ванны. Это... Что ещё можно хранить? Вот это можно хранить. Души можно хранить. Видите, как они там называются. Не помню. Да и неважно. Здесь я, кажется, подобрал всё. О! Зашибись! Нет, ну нифига себе. Эндотермическое кострище. Ну-ка, резко. Вообще, я офигею. Ну, честное слово. Сейчас прямо из холодильника буду есть. К счастью, эти штуки здоровье прям так нормально восстанавливают. Ну-ка. А вот монстря, честно. По здоровью бьёт. То есть восстанавливают только сытость. Это не очень хорошо. Ну ладно. Ничего не поделаешь. Теперь честера нужно обчистить. Честер. А вот ты где прячешься? Вечно ты... Вечно ты под навесом прячешься, хитромант. Это возьмём. Навоз возьмём. Зачем я с собой золото таскаю? Вообще непонятно. Кажется, оно где-то здесь должно храниться. Интересная концепция. Ладно, неважно. Зубья сюда. Навоз сюда уже не влезет. Сюда может влезет. Нет, сюда тоже не влезет. Здесь две запасные мандрагоры. В случае чего есть. Надо запомнить это. Вон, тогда будем хранить здесь золото. Цилиндр. Ещё навоз. И пепел. Хотя пепел где-то у меня уже был. Как раз таки. Ну ладно. Будет ещё и здесь. И... Так, странно. Очень странно, что у меня камни в разных кучках лежат. Брёвнышки это... Ну, в принципе... В принципе. В принципе уже нормально. Сейчас так. Затопим эндотермическое кострище. И нужно... А где у меня цветы? Позвольте. Я же собирал цветы. Нет, серьёзно. Я собирал цветы и нёс их сюда. А, наверное, я их положил в холодильник, да? Да, я положил их в холодильник. Но нет. Я буду делать не из цветов. Так, да. А сделаю вариант из... Свинячьей шкурки. Из свинячьей шкурки где-то тут был умбрелло. У меня для этого, к счастью, всё уже должно быть. Даже свинячьи шкурки где-то у меня валялись. Так, свинячьи шкурки. Вот оно. И... Нет, стоп. Здесь. Да, здесь паутинка. Так, возьму такую зажигалку. Всё, к сожалению. Чтобы уж точно. И зонтик из свинячьей шкурки. Замечательно. Всё. Готово. Получается, у меня паутинка ещё осталась, к счастью. И свинячьи шкурки. Так, всё. Замечательно. Совершенно замечательно. Да, мне тут говорили о том, что да, сделай быстрее посох. Там, ледяной посох. Но вы же понимаете, что чтобы сделать ледяной посох, мне как минимум нужен престихозитатор, будь он проклят, а для него нужны кролики. Которых у меня нет, а кроликов ещё нужно поймать. Ну, хотя, в принципе, кроликов поймать не такая большая... А давайте я этим займусь, реально. Так, ловля кроликов, ловля кроликов. А у меня травы нет. А нет, стоп, вру. У меня трава есть. У меня был травяной НЗ где-то здесь. Где-то здесь у меня был, да, травяной НЗ. Сейчас мы запрототипируем эту штуку сначала. Так, вот она, ловушка. Два, три и четыре. Дождик пошёл, зашивись. Давно я так не радовался дождю. Хотя для этого персонажа дождь не очень хорош. Опять же так, как и для меня, потому что я дождь лично сам тоже не люблю. Ну, ладно, траву с собой оставим. Только вот нюанс. А вводятся ли до сих пор кроли, или я только что триумфально пропустил сезон кролей? Так, нет, это пустыня. Мне нужны прерии именно. Травянистые. Травянистые. То есть, например, та земля, где бифала. А где у меня здесь была куча кролей? По-моему, вот где-то здесь или здесь водилась прям целая куча кролей. Туда я и побегу, потому что... Ну, на самом деле, почему бы не сделать себе, в принципе, этот самый шляпусник? Худого ничего не будет, я считаю, из этого шляпусника. Нужно себе ещё бифалячью шапку сделать. Совершенно очевидно, потому что стока рогов есть у меня, и бифалячей шерсти опять-таки тоже немало. Было бы глупо не воспользоваться шансом и не сделать себе бифалячью шляпу. Она и зимой поможет, и в другое время года от бифала спасёт. Кроль, вот кроль, кроль, лично. Здравствуй, кроль. Здравствуй, кроль. Кроль, мы сейчас поставим тебе... Да блин, отойди. Глупая цыгинь. Ах ты ж хитромант этот кроль, а? Не попался с первого раза. Окей. А, вот сюда. Всё, правее. Правее. Потом нужно будет не забыть ещё проверять эти ловушки. Они, в принципе, это вообще штука полезная, конечно. Можно мясо себе заиметь. Можно вокруг, конечно же. Я сейчас скажу для тех, кто давно об этом думает. Ну, в общем, да чё, короче. Я прекрасно помню, что можно так и пауков ловить. О, уже. Смотрите, а? Один какой-то нетерпеливый-то. Нетерпеливый нашёлся. Окей. Так, может уже и нижний попался? Нет, нижний ещё не попался. Ну, ладно. Я туда схожу сейчас до левого. У меня проблема еды. Я смотрю, не решена. Никаким образом. А хорошо было бы её решить. И тут ещё не будет, да? Чёрт убери. Блин. Давайте-ка подумаем. А как мне... Как мне подсократить популяцию? Хотя, с другой стороны, когда начнётся сезон дождей, то у меня решится самая проблема еды, которая, в принципе-то, на самом деле сейчас... Ну, нету сейчас проблемы еды объективно. Потому что это не проблема. Я жив, здоров на зло врагу. Странно. Разные популяции этих бифало, и у них разное настроение. Вот почему-то часть из них сейчас в периоде половой активности, а часть, напротив, вот спокойно ошивается, производит высококачественные удобрения. мне на радость. Так, возьмём ещё зубчик. И семечку. Я сейчас буду заниматься просто таким ускоренным земледелием. Наберу навозу, возьму ещё гниль, которая вот тут тоже у меня развалена. Да, даже гуану вон прихвачу. Почему бы нет? У меня там где-то ещё на севере лагеря была гуана. И начну сразу садить семечку и сразу раз-раз-раз-раз-раз-раз накачивать удобрением. Начну... О, слушайте, а похоже осень начинается, да? О, перекати поле, перекати поле. Ловить? Ловить, я сказал. Что же ты делаешь? Лови, перекати поле. Давай, 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 давай. Рано или поздно поймаешь. Я в тебя верю. Оп. Хе-хе, вот тут-то ты попался, перекати поле. О, бабочка. Хм, съесть её или кексик, пригодается. Съесть или кексик? Знаете, я думаю, что вот на этом, именно на этом, несмотря на то, что обычно я утром завершаю серию в начале какого-нибудь игрового дня, сейчас завершу вот так, вот именно в этот момент серию. А в следующей мы займёмся тем, что, во-первых, я восстановлю свои угодья ягодные. Жаль, конечно, свои... Очень жаль, на самом деле, посадки травы и посадки палочек. Очень жаль. Но надеюсь, что рано или поздно мне удастся это всё дело восстановить. А на этом прощаюсь с вами до следующей серии. Огромное вам спасибо за внимание, друзья. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин